Здравствуйте, меня зовут Лесли Хаффман, я специалист по яблоням в правительстве провинции Онтарио. В этом видео об интенсивных яблоневых садах я покажу, как формировать только что посаженные яблони высоким вертеном. Наша цель вырастить высокое узкое дерево с прямым центральным проводником, доходящим до верхних шпалеры и хорошо освещенным плодоносящим сегментом. Идеальный саженец должен быть по меньшей мере 1,5 метра, предположительно 1,821 метра. Это дерево должно обладать разветвленной здоровой корневой системой, доминантным прямым проводником, должно иметь от 6 до 10 боковых ответвлений длиной от 15 до 30 сантиметров, отходящих от центрального проводника на равномерных интервалах. Нижний из них должен отстоять от земли минимум на 60 сантиметров при посадке в сад. Не должно быть сломанных веток, повреждений центрального проводника, корни должны быть влажными, вредители и заболевания должны отсутствовать. Обрезка саженца не рекомендуется. Более полезна подвязка и формировка, чтобы дерево могло спокойно расти и закладывать плодовые ветви. Это совершенно не похоже на посадку классического сада, когда новые деревья сажаются метелками и сильно обрезаются для стимуляции сильного роста. Не забудьте, что каждое дерево в интенсивных садах имеет намного меньше пространства. Первый год выращивания при формировке выполняйте следующее. Не срезайте центральный проводник. Спланируйте работы после распускания почек по удалению боковых конкурирующих ветвей, если это необходимо. Удалите сломанные или поврежденные ветви. Удалите все ветви, находящиеся ниже 45 сантиметров от земли. Уточните диаметр боковых ветвей и удалите те, чей диаметр более 50% от диаметра центрального проводника. Это очень важно для сохранения его доминирования, особенно у амброзии. Оставьте короткий пенек, чтобы смогла развиться ветвь замещения. Привяжите ветви в горизонтальном положении. Наиболее эффективной подвязка может быть с быстро растущими сортами, как например спай, на более рослых подвоях или высокоинтенсивных насаждениях. И наконец, установите систему опор и привяжите деревья к ней, для защиты от сгибания ствола ветром и повреждения корней. Защита от ветра способствует раннему вступлению в плодоношение. Запомните задачи для однолетки. Вырастите центральный проводник как можно больше, желательно, чтобы он достиг верхней шпалере ко второму или третьему году. Высокий центральный проводник сохраняет доминирование, способствует спокойному росту и раннему плодоношению. Обеспечьте рост веток не менее чем на 15 сантиметров так, чтобы дерево заполнило отведенное под него пространство. Защитите листья от болезней и вредителей. Дерево должно сформировать эффективную корневую систему, поскольку влажность и питание необходимы для крупных урожаев. Результаты тестирования почвы должны показывать адекватные значения. Регулярно и глубоко поливайте почву, чтобы корни полностью освоили участок земли. Дерево должно заложить плодовые почки для раннего вступления в плодоношение. Ветви саженцев из питомника и какое-то количество новых выросших ветвей должны быть готовы к урожаю на второй год. Помните, что яблони начинают закладывать плодовые почки в июле, так что деревья должны к этому времени хорошо прижиться. Ранняя формировка – главное изменение и отличие от нашей предыдущей практики сильной обрезки при посадке, которая заставляла деревья сильно расти и закладывать более прочную древесину. В современных интенсивных насаждениях энергия дерева направлена на рост до верхней шпалеры и производство многих веток, которые будут рано отдавать урожай. Хотите получить больше информации об интенсивных яблоневых садах в Онтарио? Зайдите на сайт. Ну и конечно же, если нравятся наши переводы, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok